Добрый день! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok матчу достаточно много ошибок, то есть привозили сам себе, там Лосенков сам себе гол забил, там еще были моменты, эпизоды, где-то уже по счету чуть расслабились? Ну я это уже в предыдущем вопросе немножко затронул эту тему, то что несмотря на то, что соперник играл один в один высоко, мы вводили мяч коротко, то есть они как бы к нам не пришли, мы все равно разыгрывали вот там на метр, и это всегда провоцирует какие-то ошибки, но нам это сейчас важно, тем более счет, да, счет позволял, вот, и мы-то из этого выбирались, вот допустим, в гол, когда преодолели прессинг, там не помню, Женя Антонов по правому флангу прошел, по-моему, Гера забил, вот, четвертое, да, вылезали, и была одна из таких задач, не просили не убивать, мы вообще, у нас есть свои игровые принципы, вот, и мы их придерживались. То есть это был такой осознанный риск, да, можно сказать? Осознанный риск, да, ну и, как бы, я не знаю, может быть, сопернику было, это кажется, что вот мы с этого привозили, а может быть, сопернику было бы удобнее, мы бы выбивали, защитник выигрывал бы единоборство, и атака шла бы обратно, знаете, двояки, может быть, мы выбивали бы, еще больше бы пропустили, чем... Этого мы уже не узнаем, этот матч уже не отыграть. Собственных ошибок, да, конечно, при всем при этом, наверное, этих ошибок можно было избежать, которые мы допустили, да, там еще была ошибка, помимо Паши, но... Сколько ты сегодня сейвы совершил? Мало, пять в воротах. Пять в воротах, а еще сколько могло быть? Ну, еще штук десять, по-моему. Штук десять. Что делать, какие выводы? Я понимаю, что еще не разговаривали после матча, но вроде бы неплохой ход был у резерва, игры впереди с не самыми сильными соперниками. Нужно какие-то сделать выводы правильные, да? Да, конечно, мы пообщаемся сейчас, каждый проанализирует, пересмотрит свою игру. В Суперлиге нет, мне кажется, слабых команд, ветеранов сейчас это показывают, набирает неплохой ход, поэтому будем готовиться. Также просто, наверное, возьмем немножко другую установку в раздевалке и на предматчевой разминке. Немножко по-другому начнем подходить к играм. Ну что, приехал Сергей Валентинович, и волна вновь вперед? Да, так понятно, что без Сергея Валентиновича волна не та и все не то. Может быть, с эксклюзивом нам его не хватило, вот его фарта, потому что, не знаю, смотрел ли ты игру, нет, но там тоже достаточно неплохо играли, и счет не отражает происходящего. Хочется, чтобы вот немножко мы поверили себе, потому что, ну, во-первых, в перерыве мы говорили о том, что резерв такая команда, которая не остановится, она и три мяча может отыграть, и четыре. Мы с уважением относимся и к их руководителям, и вообще к их там команде. Поэтому вот мы сыграли здесь концентрировано, но опять же, у нас внутри сидит такая фигня, что вот мы играем равно, а можем проиграть. Поэтому Сергей Валентинович вот добавил необходимую нам удачу. Сегодня у нас, ну, я просто, мне кажется, что мы даже с таким количеством моментов можем умудриться проиграть. То есть вот сейчас такой у нас промежуток. Даже когда 5-0 было? Даже когда 5-0 было, я говорю, что, во-первых, резерв, такая команда, которая может 5-ть отыграть, а во-вторых, мы уже с таким сталкивались, когда ничего не по луну. Вроде игра идет, но мяч не залетает. Поэтому. Поэтому спасибо вам за интервью и желаю вам фарта в дальнейших поединках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо! Спасибо!